Свежая рукала, базилик и пятрушка круглый год. Столичные фабрики огороднены активно нарыхтовывают новый ураджай. Наводь зараз у теплицах выросшивают свежую продукцию до новогоднего стола. Без перепынку готовят рассаду для выросшивания огороднены и зеленины. Наш корреспондент, Надея Сербиненко, оценила перспективы зимового ураджая. Пакуль гэты на сенне только начинает вздыматься. Лехутка и оно станет саправдным ураджаем. Так, первые огурки Нового года можно будет попробовать у люты. Томаты и баклажаны в соковику, а перцы поспеют аккуратно до красавика. На предприятии у нас круглогодичное выращивание. То есть от осени и до весны мы продаем зелень. У нас пять видов культур на салатной линии здесь. Первый, конечно, это салат, затем базилик, рукола, петрушка и укроп. У салатного отделения за все допонует зеленый колер. Увесь год, что день, работники фабрики сдымают черговую партою зеленины. Але, как нарешті трапить на прилавки магазинов, кожный куст салаты повинен отповядать некольким потребованиям. Как базилик досягнул такого померу, ему потребно провести у теплицы 35 дн. Важно, как до ужиня листья была як минимум 5 сантиметров, а зеленая масса досягнула 25 граммов. Толькі такі базилик можна отправляць на продаж. Спеціальна до новогодніх свят на фабриці огородніны робять амаль немахчымая. Уснежній вырошуюць свежі огуркі. Гэтым рослинам усяго тыдень, але докалят огурочный куст поспеет дорасти до самой столи теплицы. Таким чином свежий белоруский огурок обовязково буде на святочным новогоднім столе. Изначально мы делаем осветление, удаляем лишние цветочки, все, чтобы рос сам огурец. Вот это первый процесс. Але, кроме свежей огуродніны, на фабрице вырошуюць і корыстная духмяная травы. Фіточай з листям малины, парэчкі, с чабором, мелісы, шипшыны і рамонкам оздравляюць, супакоюваюць ці на дворот. Танізуюць. Усяго тут вырабляюць більш за 20 видаў фітосбораў. Сейчас мы работаем еще над одним направлением. Это детские фіточи для комбинатов школьного питання. То есть они малокомпонентные, там 2-3 компонента, на основе каркаде, с плодами черники, с листом малины. Объемы продажа у свежей огуродніны управнанець минулым годом повеличилися. За 11 месяцев минская фабрика огуродніны реализовала амаль 9 тысяч штон продукции. Больша з гэтага объему складаюць огурки і томаты. Надія Сербиненко і Юрай Сахадзе. Агентства Таліновін.